В торговом доме Киргу накануне отметили сразу два важных события – гастрономический фестиваль ГАРД и 24-ю годовщину со дня основания компании Киргу. Блюда от известных кулинаров со всего Кавказа смогли отведать участники мероприятия. О том, как еще отмечали значимые даты, расскажет Луиза Раджабова. Совершить большое гастрономическое путешествие можно было, не выезжая из Махачкалы. Лучшие продукты со всей республики, оригинальные блюда известных кулинаров Кавказа были неотъемлемой частью фестиваля ГАРД в торговом доме Киргу. Друзья, сегодня у нас приехали представители трех совершенно великолепных народов – Грузия, Азербайджан, Республика Дагестан. Давайте дружить, давайте встречаться за праздничным столом. Посмотрите, пожалуйста, какие великолепные блюда готовят нас. Ведь это то, что вы видите, это то, что объединяет наши три народа. Фестивальная площадка в павильоне «Садовая мебель» превратилась в настоящий праздник вкуса и стала идеальным местом для дружбы народов, объединив самых лучших мастеров кулинарного дела из Грузии, Азербайджана и Дагестана. Блюдо должно быть креативное, вкусное и красивое. У всех команды есть одно меню. Это две блюда грузинские, две блюда дагестанские, две блюда азербайджанские. Каждая команда готовит по шесть порций блюда. И у всех должно быть одинаковое. Но вид и вкус будут уже разные. Мы с Азербайджана приехали. Все будем готовить. Чудушки будем готовить, курзешки будем готовить, хачапури будем готовить, хинкали будем готовить, кутаву будем готовить, душберя азербайджанские будем готовить. Сейчас я просто тесто приготовлю, оставлю, дать ему отдохнуть. Один день объединил сразу несколько главных событий. Это день рождения Кирго. Ведь кампания исполнилась 24 года. Гастрономический фестиваль ГАРД, а также день освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня 24 года нашей кампании раз. И вот этот гастрономический фестиваль, он в принципе связан под названием ГАРД. Он назначен в честь Грузии, Азербайджана, Республики Дагестан. Наш колорит. Вот это все объединение мы хотим сделать. Праздник для людей. И это, наверное, укрепляет международные отношения. С приветственным словом к участникам обратились и официальные лица правительства республики. Среди гостей фестиваля также присутствовал и вице-президент компании «Самсунг» в России и странах СНГ «Си Эсли». Дагестан входит в тройку лучших гастрономических территорий России, куда можно приехать, где можно посмотреть, попробовать, перенять опыт, пропагандировать его дальше. И это касается многих наших районов. Здесь нельзя выделить чего-то одного. Гастрономический фестиваль сегодня – это патриотическая акция, посвященная дню освобождения Кавказа. Дню освобождения завершения битвы за Кавказ. Это патриотическая акция, которая еще раз подтверждает и говорит о том, что все жители тогда некой единой страны Советского Союза, а ныне независимых государств Азербайджана, Грузии и России вместе сражались и освобождали Кавказ от фашистских завтачеков. С удовольствием хочу констатировать, что проводят именно соприсодействие Торгового дома Кирюгу, который является инициатором проведения множеств социальных проектов. Буквально недавно проводили мероприятие, посвященное столетию, со дня донора. Сегодня это мероприятие. Я думаю, что если такие мероприятия будут все, и таким подключаться, проводить, то будет все лучше и лучше. Для гостей фестиваля была организована ярмарка экопродукций от Министерства сельского хозяйства. Здесь каждый желающий мог попробовать и приобрести разные сорта дагестанского сыра, меда, колбасных изделий и другую экологически чистую продукцию, а также участвовать в розыгрыше путем. Мякоть кокоса, она самая нежная и на самом деле многим нравится. Ну и самое любимое, наверное, не только мое, это миндаль. Он смешан с медом, его можно просто открыть и уже не разбавляя. Гости фестиваля также могли насладиться яркой концертной программой с участием популярных съезд дагестанской эстрады. Кульминацией фестиваля ГАРД стал розыгрыш путевки в Грузию, Азербайджан и путешествия по живописным уголкам Дагестана. Приятным сюрпризом для всех стал и праздничный торт. Победителям и призером кулинарных поединков вручили телевизоры от компании Samsung. Талантливые шеф-повара собрались вместе и поделились новыми кулинарными идеями. И, разумеется, вкусно накормили всех гостей мероприятия. Луиза Раджабова, Муса Салгиреев, Новости ННТ, Махачкала.